Как говорится, всё лучшее в нашей стране предоставляется детям. В Маевском сельском поселении заботятся о том, чтобы обеспечить подрастающему поколению отличные условия для отдыха и общения. Мы побывали в Хуторе Маевском на торжественном открытии молодёжного квартала. Маевское сельское поселение – одно из самых быстро развивающихся поселений не только в нашем районе, но и в Краснодарском крае. Особое внимание уделяется здесь благоустройству и улучшению работы социальной сферы. В этом мы смогли ещё раз убедиться, побывав на замечательном событии – открытии молодёжного квартала, инновационного досугового пространства, которое было обустроено по инициативе жителей Хутора Маевского. Глава Славянского района Роман Синеговский и председатель районного совета Григорий Литовко приехали сюда, чтобы разделить радость открытия с собравшимися. «Конечно же, говорят, знаете, открывается дверь, в которую стучатся, потому что не так много и районов, и в целом сельских территорий умудряются, скажем так, привлекать серьёзные деньги для того, чтобы всё развивать. Это, конечно, труд команды главы Маевского поселения, казаков, жителей, ребят, детей, архитекторов. И вот действительно сегодня такое радостное событие, то, что вы задумали, вы воплотили в дело. Мне приятно, что даже вот мероприятие, которое сегодня вы организовали, вы организовали собственными силами». И вот, наконец, наступил самый торжественный момент – перерезание красной ленты. Эта церемония была доверена юным участникам открытия – детям, и она сопровождалась горячими аплодисментами жителей. Региональный проект «Инициативное бюджетирование» позволил притворить пожелания хуторян в жизнь. Конечно, этому содействовали администрация поселения во главе с Андреем Дмитриченко и депутаты. «Здесь у нас в Кутре-Маевском, сейчас потихонечку вот этот центр мы обустраиваем, застраивается стадион появился, площадка детская, еще скоро воркаут будет. Но у жителей давно была идея, какое-то место для того, чтобы собираться, чтобы молодежь могла собраться, чтобы было интересно посидеть, где-то, допустим, творческие вечера можно было на улице провести. И мы, депутаты, подхватили эту идею с администрацией совместно». Особой восторг у детворы вызвал фонтан, который весело сверкал водными струями на солнце. «Сегодня прекрасный день. Я очень рада, что тут открыли фонтан и парк. Мне очень нравится, я буду приходить со своими друзьями». Прежде всего, все это сделано для детей и молодых людей Маевского поселения, которые смогут здесь проводить свободное время. «Детская площадка открытая, фонтан. Есть с детьми, где отдохнуть. И мы с удовольствием вечером приходим, он светится красиво, все. Есть время для досуга с детьми. Так мы очень рады, дети очень рады. Поэтому, надеюсь, мы будем дальше развиваться, развиваться. Все будет к лучшему. Я считаю, что где родился, там и пригодился. И своих детей так учу. Естественно, это лучше, чем сесть за компьютерами с телефонами. Естественно, лучше вечером выйти и прогуляться с семьей, провести приятное время. Да, полностью поддерживаю». Затем была проведена музыкально-развлекательная программа, которая еще больше подняла настроение детворе. Молодежное пространство с деревянным амфитеатром и фонтаном с ночной подсветкой будет востребовано в сельском поселении. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...